МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы побываем там, куда не ступала нога простого зрителя. Вот она, святая святых любого кинотеатра, киноаппаратная. Фестивальные фильмы здесь крутят как на плёночных установках, так и на современных цифровых аппаратах. Постараемся дотянуться до звёзд. Здравствуйте. Тихо на сердце, а песни весёлые, она скучать не даёт никогда. Не любит песню деревни весело, не любит песни большие города. Хочется, кровь, и джиму помогает, но на тренинге живёт и джиму. Что-то в песне по жизни шагает, что-то когда в нём денег помоёт. И смеяться, как дым, и в дымах, в ролах, в бедра. Ведь мы такими родились на свете. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГЛАВНЫМ ПРОВОДНИКАМИ В МИРЕ КИНО. Агенты национального телевидения Чуваши приступают к выполнению задания. Итоги специальной миссии мы будем подводить каждый день. Смотрите дневник 6-го Чуваксарского международного кинофестиваля. Дубль 1-й. Сцена открытия. По местам. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миссия выполнима. 5 дней, 5 ночей, 12 конкурсных фильмов, обширная фестивальная программа. Более 30 известных гостей, артисты, режиссеры, продюсеры, киноведы, критики. Тысячи зрителей смогут увидеть кино, которое далеко не всегда появляется в широком прокате. Чуваксарский кинофестиваль вступил в свои права. Как и положено. После удара киношной хлопушки. Фестивальный репертуар сложно назвать развлекательным. Каждая картина заставляет задуматься, если не о смысле жизни, то хотя бы о выборе пути. После таких показов зрителю практически невозможно остаться равнодушным. Именно поэтому с каждым годом желающих приобщиться к высокому киноискусству становится все больше. Тот заряд, который происходит здесь, на площадке города Чебаксары, остается в ваших сердцах. И вы с удовольствием ждете это событие, что оно придет в конце весны, начало лета, в следующий год. Бессменный режиссер церемонии открытия Дмитрий Капустин в этот раз решил продемонстрировать гостям не только национальный колорит, но и напомнить о прошедших пяти кинофестивалях с определенной долей юмора и иронии. Главным героем этого вечера стал уже подросший шестилетний кинофестивальчик. Кинофестивальчику удалось очаровать не только Чебаксарскую публику. Оригинальным это шоу признали и гости. Один из членов жюри, индийский продюсер Пракаш Шарма, приехал в Чувашию. Несмотря на то, что все его коллеги находятся в Каннах, признается, что не пожалел об этом ни на минуту. Я хочу, ну, некоторые хорошие фильмы посмотрят, потом друзей с русскими друзьями, которые здесь есть, моими коллегами, и, может быть, какие-то еще проекты создавать там, потому что они приехали из Москвы тоже, много людей здесь, и поэтому посмотрим. Каждый фестиваль дает определенный опыт, знакомство, и очень много впечатлений, поэтому я буду уезжать с такими богатствами. Возможно, в свой багаж Пракаш Шарма добавит российскую ленту «Искупление» режиссера Александра Прошкина, ставшую фильмом открытия на этом фестивале. Наше кино в Индии пользуется популярностью не хуже болливудского, оно часто попадает в зарубежный телеэфир. Чебаксарский зритель познакомился с новой картиной сразу после торжественной церемонии. Снялась в нем и председатель жюри нынешнего Чебаксарского кинофестиваля Татьяна Яковенко. Фильм такого качества, вы это увидите, и такого уровня, это фильм «Искупление», это предмет искусства. И потом, я ответственности не боюсь. Конечно, это очень ответственно, потому что творческие люди, они очень амбициозные, очень обидчивые. Я боюсь каких-либо обид на меня, потому что мы знаем, что зачастую люди после таких фестивалей, друзья, перестают общаться. Поэтому мне бы не хотелось кого-то обидеть и быть объективной. Объективными стараются быть не только члены жюри, но и простые зрители. После просмотра каждого конкурсного фильма, как обычно, нужно будет отдать свое «за» или «против» увиденного. И хотя за искупление голосовать не пришлось, чебаксарцы с удовольствием делились впечатлениями. Оценивать фильмы жюри кинофестиваля начало только сегодня. В первый конкурсный день они посмотрели четыре картины. Агенты национального телевидения «Чуваши» продолжают свою работу. Сегодня мы познакомим вас с одним из конкурсных фильмов фестиваля. События в фильме «Доктор» начинаются в советскую пору. Вопускник медвуза прибывает интерном в деревушку где-то в Брянской области, откуда все врачи разбежались, и попадает в лечебное заведение, где йод и тот разбавленный. А больше вроде никаких других препаратов и не имеется. Между тем, общий внешний настрой фильма шумно-веселый, иной раз залихватский. Особенно в сценах из бытовой жизни райцентра, где гремит зазывная песенка группы «Руки вверх». Первый конкурсный фильм режиссер Владимира Панкова «Доктор» чебоксарский зритель уже оценил. На этот сеанс пришли около ста человек. Фильм представляли актеры, сыгравшие главные роли. Сейчас мой коллега Дмитрий Ковалев общается с ними. Да, Галя, показ первого конкурсного фильма завершен, и вот сейчас мне удалось встретиться с одной из главных героинь фильма «Доктор» Алиной Ольшанской. Вы исполнительница одной из главных ролей в фильме «Доктор». Именно у вас, наверное, стоит спросить, о чем фильм? Фильм о том, что в нашей жизни по-прежнему есть место подвигу. Каждый день, который мы не замечаем, но это вокруг нас, тем не менее, повсеместно. Он уже успел поучаствовать в десяти фестивалях, как в нашей стране, так и за рубежом. Фестиваль только набирает обороты. Миссия продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова